В Беларуси с визитом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанилидзе в программе переговоры на высшем уровне, встречи в правительстве, парламенте и МИДе. Ключевая тема – двустороннее взаимодействие в различных сферах и совместные проекты. Сегодня в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран наблюдается позитивная динамика. За первое полугодие взаимный товарооборот составил более 53 миллионов долларов. Это на треть больше, чем в январе-июле прошлого года. Напомню, в марте на встрече в Минске президенты стран Александр Лукашенко и Георгий Марквилашвили определили стартовую планку во взаимной торговле – 200 миллионов долларов. Уникальные гравюры, церковно-славянский язык и история в пять веков. Сегодня в Минск впервые доставят первую печатную Библию Франциска Скорины. В середине XIX века она хранится в историческом музее Москвы. Все экземпляры были напечатаны в Праге с 1517 по 1520 годы. Библия уникальна тем, что в ней есть гравюра с изображением самого первопечатника. Он единственный автор, кто поместил свой портрет в Святое Писание. Для сохранности Библию перевозят в специальном углеупорном чемодане. Книга будет выставлена в Национальном историческом музее. Юбилейный 25-й день белорусской письменности пройдет в городе Иваново Брестской области. Накануне в Полоцке состоялась передача эстафеты праздника. Один из древнейших городов Беларуси принимал его уже в третий раз. На праздники по традиции наградили лауреатов Национальной литературной премии. В этом году жюри оценивало 40 заявок. Победителей назвали в семи номинациях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова